Добрый день Сергей Анатольевич! Добрый день Сергей Анатольевич! Вот, да, сегодня мы в рамках передачи о чем говорит Бенали поделим вот такой вот несколько необычный вопрос о том, что сегодня мы знаем, что на Украине очень много разрушено и как и живых домов, так и фактически общественно полезных пространств и заводов и прочее, все это будет необходимо восстанавливать и я думаю, что на это уйдет достаточно большое количество денежных средств и прочее а как мы видим, наши руководители, которые находятся в том числе и в Севастополе они как-то по привычке еще просят, говорят, нам надо на то, нам надо там эрболовецкие суда отремонтировать, нам надо яхтенную марину привести в порядок там, построить там и прочее к сожалению, все это уже произошло, да, как вы считаете приоритет в данном случае какой должен быть и как вообще бы, ну, как этот процесс будет в дальнейшем выстраиваться я опять же говорю лично свое мнение ну, конечно приоритет, конечно, должен быть иметь, не быть, а иметь свое место нужно мыслить в интересах и масштабах государства надо быть государственным деятелем а не просто носить статус государственного служащего реально надо понимать, куда сегодня и на что нужно срать и деньги у нас это просто деньги народа, ну, на какие-то там дороги по три раза делать, парки, заборы, всадники уже хватит, надоело уже это все да, потом, давайте мы с вами порассуждаем в Севастополе тоже, вот, нам яхтенная марина нужна для яхты, кто имеет яхты, да, мы этот вопрос затрагиваем почему, потому что мы поднимали вопрос о том, чтобы относительно яхтенной марины все-таки провели Севастополе референдум а тут недавно читаем, что уже где-то повесили, что уже начинают строить, ну, во-первых, это неуважение к Севастопольцам, это мое личное мнение, но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать, давайте мы зададим вопрос Севастопольцам и тем, кто нас слышит что нам сегодня важнее, яхтенная марина для любителей кататься на яхтах и которые являются этими собственниками этих яхт, или все-таки нам надо восстанавливать агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, да, сеять поля, птицефабрики, заводы, молокозавод, рабочие места, которые приняты, заводы, да, то есть восстановить тот же завод от Женикица, пересмотреть профиль его, мы же раньше выпускали обращение к президенту России, чтобы он все-таки пересмотрел программу развития города Севастополя и включился яхтенный маринал, количество гостиничных комплексов, они что у нас, Мишустин подписал указ, приказ, распоряжение, не знаю там правильно, о том, чтобы освободить от НДС гостиничную индустрию на 5 лет. Так подождите, государство сегодня выделяет 2,5 миллиарда на субсидии на хлеб, чтобы цена не росла, так вы уберите НДС хлеба, уже на 20% он дешевле будет, если не больше еще там, понимаете, да? Потом, кто сказал, что у нас хлеб на сегодняшний день, та цена, которая на него определена, она действительно соответствует действительности. Это я перехожу как бы с этого вопроса, приоритет, куда должны в первую очередь и на что должны идти деньги. Народное производство развивать, автомобильная промышленность, и она надо развивать и выпуск своих комбайнов, техники, это много чего надо. Поэтому я считаю, что яхтенная марина, чтобы выкидывать такие деньги, она больше всего то, что руководители действительно не понимают, так сказать, приоритетность, куда, что должно. То есть у нас нет сегодня специалистов как нет, сегодня проблема со сладчиками, токарями, фрезеровщиками и другими, да, рабочими специальностями, как у нас проблема действительно с учителями, с врачами, со специалистами. Да, у нас такая же проблема и кадровая проблема, которую надо, на мой взгляд, пересматривать и решать, и уже сегодня решать. Но более того, нужно сегодня подтягивать старые кадры, которые уже на пенсии, руководящие кадры, которые еще живы, и пусть долго еще живы. И которые имеют огромный опыт. Опыт, да, чтобы они сегодня, именно они занимались подготовкой кадров, учили их, вплоть до того, что, может быть, советниками были какого-то на протяжении какого-то времени. Так же, как нужно сегодня подтягивать старых специалистов и сварщиков, токарей всех, строителей, фрезеровщиков, учителей, врачей, которые бы тоже дали те знания, которыми они обладали и обладают еще на сегодняшний день. Ну, я бы как бы вот, понимаем, что я так скажу. Ну, а для меня этот вопрос вот именно комфорт. Ну, относительно приоритетности полностью, сто процентов согласен, конечно, должны быть приоритеты. Делать надо все, стремиться надо по всему. Опять же, вернемся к Советскому Союзу. Занимались все. Вот все отрасли у нас были как бы, были приоритетные, как сельское хозяйство, например, да, как космос, там, как металлургия и так далее. Но они все развивались. То есть, внимание уделяли всем отраслям. В том числе и науке, в том числе смотрели в далекое будущее. Откуда началось такое замечательное оружие? Да, туда же, из Советского Союза. Просто его сейчас внедрили, довели до ума и все. Доработали. Поэтому, конечно, нужно обращать внимание на все. Вот бороться с расхлябанностью, с разгильдяйством, с воровством, с коррупцией. Это обязанность государства, конечно, она должна быть. И мы понимаем, что на сегодняшний день это самый главный бич. Поэтому мы и не развиваемся, поэтому нас не развивают. Конечно, значительно проще развивать, скажем, там городские ремонты, чем сельское хозяйство. Потому что проще украсть. Конечно. Можно делать 10 раз, там, может там все такое прочее. Конечно, производство, там, ну, это долгий, изнурительный труд. Это большие средства. Это отдача, там, через сколько-то. А нужно жить сегодня и сейчас. Это, к сожалению, вот, как бы принцип жизни западного общества, либерального общества. То есть нужно вот сегодня максимальную выгоду получить сегодня. Можно, как можно больше, да. Завтра будет завтра. Сегодня надо. Сейчас вот я смотрю, когда там говорят, что вот, очередной олигарх там остался без копейки. Были миллиарды и вдруг ничего. То есть, понятно, что мульный пузырь получается. Я даже не вникал в эти тонкости, почему так происходит. Ну, казалось, что если у тебя много денег, да, ты в любом случае, как бы, бедным не будешь. А тут такие, такие, такие вещи, просто, как бы, такие заголовки, вернее, что остался там, мне нечем заплатить, там, я не знаю, там, водитель. Мне надо, чтобы кто-то в доме убирал, некому убирать. Ну, слушайте, это же, это значит, о чем? Это говорит о чем? О том, что сегодня у нас основная масса экономики это мыльный пузырь. Ну, так получается. Кто у нас, хорошие специальности, приоритетные, блогеры, да, все хотят стать блогерами. То есть, ни черта не делать, ничего не производить, болтать языком, чтобы получать за это бешеные деньги. И вдруг приходит такое время, когда, опа, блогеры остались в него делать, потому что там какие-то субсидии. Монезация это как делать. Ну, понимаете, это искусственные, абсолютно выдуманные профессии, в которые пытаются втянуть нашу молодежь. То есть, никто не думал, скажите молодежи, что там кто-то захочет, раньше мы космонавтами хотели, то есть, сейчас блогерами, да, блогерами, гаечниками. То есть, ситуация, конечно, аховая в этом отношении. И как раз мы всегда и занимаемся тем нашим движением, мы об этой теме обсуждаем. Мы критикуем, критикуем за что? За действия. Но действия бесполезные, действия, которые не влекут за собой развитие, не влекут за собой какие-то приоритеты для общества, для города. То есть, мы-то вот за это. И поэтому, а нам говорят, что вы там что-то против власти. Да не против власти мы, да ради бога. Но власть должна эффективно работать на благо, ну, если это городская власть, на благо города, на благо людей, которые живут в этом городе. Это должно идти развитие. И люди должны это видеть. Если люди будут это видеть, они всегда будут двумя руками за эту власть. Почему у нас такое отношение к власти? Ну, потому что вот власть город не развивает. Ну, это тоже касается Севастополя, да? То есть, да, дороги строятся. Ну, как строятся дороги там? Одна эта же дорога переделывает в три раза. Опять он доверяет. Не, ну, это здесь на любую остановку автобусную придите, и там вот эти вот амурские волны, на каждой остановке. То есть, простая, казалось бы, работа, простая. Ну, что это, контроля нет, правильно? Вот просто нет контроля. Надо хорошее качество. Нет, 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 есть новые технологии, которые дешевле на 50%, чем асфальтирование, да. И гарантия 12 лет. Есть такие технологии. Почему их не приняли? Ну, это вопрос не ко мне. Нет, нет, есть хорошие материалы, есть хорошие технологии, есть все это. Это нужно внедрять. Внедрять это некому, потому что вот мы сегодня ездили, отвозили гуманитарную помощь, и ехали по городу, смотрели на архитектуру. Стол дома, она одной короткой покажена. Я сидел, молчал. В машине сидело три севастопольца коренных, и они обсуждали вот эту тему. А для меня-то это как бы тема-то родная, я же строитель. И вот всегда говорил о том, что я когда и приехал сюда, говорил о том, что какой шикарный центр в Севастополе и какое все остальное. И здесь ехали севастопольцы, я ни слова не сказал. Мы с ним обсуждали, ну это где глаза, это кто это, где архитекторы и так далее. Да есть люди, есть архитекторы, есть строители, нет руководства, которое бы могло это все мобилизовать на благо города и горожан. Нет таких людей такого уровня у власти. То есть они, когда говорят, что кто, никого нет, да глупости это все. Вот в Советском, в том же Советском Союзе, опять возвращаемся к этой теме, там, грубо говоря, люди из ниоткуда становились гениальными руководителями. Даже финансисты гениальны были сейчас в Китае, по нашей системе финансово живут. Финансисты. Я когда европейские светила начинают там говорить, да сейчас высокие технологии в Россию не пойдут, мы там, и у них там все встанет, танки стрелять не будут, там самолеты летать не будут, ракеты летать не будут. Потому что не будет, да ребята, чтобы вы сделали свои микросхемы там, вам нужен неон, который только у нас и в Украине, больше его нигде не делают. И вы там встанете, вы ничего не сможете сделать. Вот эти тонкости люди же не знают. Ну конечно, люди много чего не знают. А логика, как эти, сельское хозяйство, ну все, мы же получаем из Европы все минеральные удобрения, а сырье на минеральные удобрения они где получают? В России, как мы же Германию и другие регионы, государство, минералы же имправляют. Мы настолько все завязаны, и вот эти глупости, когда мы политику начинаем совмещать с экономикой и с условиями жизни людей в разных странах, у нас и получаются вот такие коллапсы. Не надо, вот как вы говорите, абсолютное большинство против России, да они где-то просто англосакское большинство. Это Европа, вот сейчас вот им отойти от американцев половина решили, да, о приоритетах. Расскажите, вот мы 8 лет, да, уже в Севастополе. Ну что, за 8 лет птицефабрику, по-моему, здесь, чтобы у нас мясо с собой было? Птицефабрику делать один год нужен, это крупнородный год нужен нам. Мы не говорим мы это самое, мы не могли свою скотину, да, тоже коровники, чтобы молоко было, тот же завод молоко завод. Мы этот вопрос, который мы еще 2 года назад будем. Да, мы этот вопрос постоянно поднимаем. Мы о чем говорим, я, вы знаете, я, все-таки все говорят, я пессимист. Нет, я не пессимист, я реалист и все-таки надеюсь, что мы, ну если не в этом году, то в следующем году все-таки начнем. Не столкнемся, нет, не столкнемся, а начнем развивать в городе уже. Может нас сейчас услышат? Я не знаю, услышат или нет, я просто говорю свои мысли, да, что все-таки мы пойдем вперед. Я на это очень сильно надеюсь, я очень сильно надеюсь, что будут заменены все кадровые специалисты, в кавычках, да, на специалистов. Я все-таки надеюсь на то, что нас уже, говорю, услышат, что в каждом регионе, в каждом селе, в каждом колхозе, в городе, республике, области, должны стоять местные руководители. В окладе, где-то процентов 80 из руководящего состава должны стоять местные специалисты. Тогда этот вот результат будет, вот как Сергей Натальевич говорит, птицефабрика, вот я согласен, тем более мы производственники понимаем это, да. Так же как есть те производства, которые можно запустить за полгода, за год, за полтора, за два, за три, да, и результаты уже начинают получать. Мы же дети своих родителей, а наши же родители родители говорят. Ну, конечно, вы знаете, слово обидное я не воспринимал, я не воспринимаю, но я считаю, что это оскорбительно то, что Севастополь сегодня не развивается. Он развивается только на словах, пиаром, или там, ну, отдельный разговор уже. Абстрактно и... Это, вот возьмите, мне 60 лет, возьмите, наложите на меня грим, ну, буду, ну, сделайте у меня там, ну, 20-летний, 18-летний пацан, ну, лет 30, да, допустим. Я что, реально такой, у меня организм будет 30-летним? Конечно, нет. Вот то, что сегодня в Севастополе произошло. Грим, то, что мы видим, это грим, маска. Фасад отновляют, а канализации нет. Ну, дорогу делают, а ливневки нет. Ну, да, ну, да. А делаем тротуары, делаем тротуары, почему не положи там, не сделать канал кабельный, чтобы там же теплосеть положить, да, чтобы где-то экономить на то, чтобы не смех не было. Ну, подумать, создать уже. Конечно, конечно. Хорошо, спасибо за содержательную беседу, очень даже неинтересно было, и думаю, нашим зрителям тоже будет интересно. До следующего. И Германия, Россия и Роснажеров не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где-то поднять. А я, какой-то, наоборот? Все, вот это, наоборот. Нужно быть контролем. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Но все дело для севастопольцев, никто же не спорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова